Чтобы узнать вкус настоящей пасты, нужно приехать в Италию. Понять, что такое истинный карнавал, вы сможете, лишь побывав в Рио-де-Жанейро. А чтобы убедиться, что сибиряки правильно идут по непростому, но благородному пути к Кёку-Синкай, наставник сборной области Владислав Матвеев привез свою команду на соревнования в Токио, столицу страны восходящего солнца, где этот стиль, собственно, и был изобретен. Уважаемые граждане японцы, как вас много! Ты посмотри, это же просто с ума сойти! А куда вы все идете? Я просто в шоке! Жители Токио спешили насладиться поединками открытого чемпионата Японии по карате, на который приехали российские спортсмены, в частности, тюменцы. Никаких запретов и ограничений на их участие не было. В этих соревнованиях принимают участие 670 участников, представляющих 20 стран мира и 11 организаций Японии. Когда пришло письмо из международной организации о том, что нас приглашают принять участие во всеяпонском турнире по Киоку-Синкай, я дело в прошлом сначала не поверил. Много раз перечитал, думаю, с поездками помогли мои друзья из Москвы и Перми, потому что, ну, на самом деле, очень дорого. Перелет из Москвы через Ташкент в Токио обходился на одного человека 130 тысяч. А еще надо было до Москвы добраться, еще надо было в Японии проживать. Побитель первенства России Матвей Суслов бился в Токио не в своей, а в более тяжелой весовой категории, в чем, конечно, был несомненный плюс для соперников. Даже более тяжелые конкуренты несли такой урон, что их в буквальном смысле уносили статами. Из четырех боев Суслов выиграл три и стал вице-чемпионом Родины карате. Когда с казахом бился, у него удары были сильные и отлетал даже. Но в один прекрасный момент я ударил, ему в голову попал. И мне за это считали в Адзаре, и таким образом я выбрал. Выиграл. А вот Вячеслав Матвеев удивил. Прорваться к педесталу не смог, уступив уже во втором поединке. Тем не менее, это не помешало получить приз за лучшую технику. Сколько я ездил в Японию много лет, я не видел ни разу и не слышал такого, чтобы японцы отдавали иностранцам за лучшую технику. Всегда только японцы. Поэтому для нас эта награда, она, наверное, даже важнее, чем призовое место на чемпионате Японии. Ну, лететь до туда было долго, два дня мы летели. Ну, Япония, Токио прикольный город. Можно где походить, что посмотреть. Особенно ночью. Как же их много. Это просто трындец. Просто немерено. У пацанов номер. А у нас вот этот вид. Вот, вот эта бочка из окна. Входные двери. Даже мне надо заходить, чуть наклоняться. Я представляю, Саня, 6 метров 90. Ну, вначале боялся, а потом, когда на первый бой вышел, у меня попался слабый японец. Ну, я пробил его, и потом страх пропал. Я гордился, что вот я не просто так езжу и проиграю везде, а занимаю места всякие. И хорошо, достойно, убьюсь.